Много раз говорил, что хотел бы играть Путина, а я с удовольствием сыграл бы его роль. Даже мы с ним немного похожи, просто он немного более светловолосый. Борода то и другое могут мне помочь выглядеть как он. В Рамзане Кадырове актеры привлекают мужественность и лидерские качества. Началось все с подарка знакомой футболки с изображением Кадырова. Яневский выложил снимок, где он в ней, у себя на страничке в Инстаграме. Я избегаю по политику и не беру чью-либо сторону, но о нем у меня есть наблюдение. У него очень сильный характер, он могучий лидер. Я не уважаю разных таких более мягких. Человек должен быть сильным лидер, чтобы можно было его слушать. Я смотрел одну видеозапись с Кадыровым на одном стадионе. В моменте, когда он начал говорить, стадион замолчал, все его слушали. Половина стадиона были военные, а другая гражданские. Все было одним целым, это величественно. Станет ли Яневский экранным воплощением Рамзана Кадырова или нет, еще неизвестно. Но в кино мы болгари нам увидим. Он снимется в новых картинах про Гарри Поттера, где будут как повзрослевшие полюбившиеся всем героям, в том числе и Виктор Крам, так и новые юные волшебники. Джоан Роулинг намекнула, что начала писать трилогию о Квидиче, о том, что Виктор возвращается, когда ему 36 или 38 лет, как тренер. Собирает лучших игроков, мировой кубок по Квидичу. Так что есть такие разные намеки и идеи, что вернемся к фильму. Плюс Виктор Крам живой. Он уцелел во всех книгах, так что все может быть. Спасибо за субтитры Алексею Тinander. Субтитры сделал DimaTorzok